Хочется, конечно, и всех присутствующих, и всех слушателей Эхо Москвы поздравить с окончанием выборов в Государственную Думу и подведением, судя по всему, окончательных итогов по всем избирательным округам. Я имею в виду выборы сентябрьские 2021 года в Государственную Думу. Судя по тому, что принято решение на 100% дать надбавку к зарплатам Росгвардии и МВД, срочно обеспечить детям дуболомов и карателей внеочередные поступления в ВУЗы. А если иметь в виду, что опять гарантированы какие-то безумные выплаты и безумные льготы на эту карательную армию в 400 тысяч человек Росгвардии, и вы знаете, да, ты знаешь, кстати, сколько стоит только карательная экипировка Росгвардийца, Оль? Вы имеете в виду дуболики? Да, 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 вот этот весь космонавтский наряд. Да. А, и защита тоже, да? Да, да, да. Порядка 100 тысяч рублей. Это уже не говоря о всех остальных формах. И вот, судя по множеству этих примет, конечно, выборы уже произошли. Тихо, спокойно, чтобы никого не волновать. Ну, а что вы думаете? На самом деле, может двигать Кремлем страшное беспокойство про то, что дети полицейских не знают, кто такой Геродот? Или про то, что вот спит Мишустин и видит страшные сны, что ребятам из ОМОНа не хватает черной икры, и вот надо каким-то образом это дело компенсировать. Нет, они руководствуются совершенно другим. И вот, кстати, тоже такой факт, который то ли есть, то ли нет, скорее всего, как все мерзкое в России, он есть. В Подмосковье в срочном порядке собрались строить огромное СИЗО уже на 1200 арестантов, причем способное принять их очень быстро, с большим количеством изоляторов, пропускных пунктов, так, чтобы не было потом застоя из автозаков на шоссе. Ну, это логично, проблема стала очевидна, когда люди не могли часами просто попасть в отсидку. Ага, приметам, сентябрьские выборы закончились, все подсчитано, победители определены, и режим сейчас чешет репу и сам понимает, что, в общем, определяя победителей, он уже все границы приличия перешел. И предполагает справедливо, что, когда эти результаты будут оглашены, то его будут, скорее всего, бить, если он, конечно, не начнет бить первым. И теперь проблема только в том, как бы более эффектно и скоростным макаром задубинить всех, кто будет не согласен с результатом этих выборов. То есть, готовь сани летом, а результат выборов оставь золотовый. Это очень правильная, конечно, идея. Причем, заметь, да, вот какие-то бизнес-патриоты решили принять быстренько какой-нибудь закончик, запрещающий не только иноагентам баллотироваться в Думу, но и членам их семей для того, чтобы парализовать Юлю Навальную и не дать ей возможности забраться в Госдуму. Ну, ему сказали, что, в общем, не парься, не надо даже принимать таких законов, потому что все уже решено. Известно, что Юля Навальная на 18% в своем округе отстала от конкурента по Единой России, поэтому, в общем, никакого смысла в этом законе нет. Ну, простите, у нас, по-моему, так отработана система вот этих вот сбора подписей, там, всяких вот этих штук, что, мне кажется, вообще нет никакой трудности. Зачем даже иноагентов-то ограничивать? Нет, ну, вот я тебе говорю, поэтому и не ставят в срочном порядке. Да, то есть, все очень рачительно, предусмотрительно, только непонятно вообще, собственно говоря, нахрена им еще одна Дума, потому что невозможно найти в России что-нибудь незапрещенного. Незапрещенной пока остается только геометрия, но геометрию можно будет... Ну, а что еще есть? Ты можешь что-нибудь еще назвать? Мне кажется, что из геометрии все не так просто. Не так просто, но окончательно геометрию можно будет запретить. И в Клидову имеете в виду или Лобачевского? Нет, я имею в виду все виды геометрии сразу. Но это сможет сделать еще этот состав. Но вообще, надо сказать, что ради этой Думы уже идут все на все, но у всех по-разному при этом, геометрически по-разному, едет крыша. И вот, например, Зюганов, у которого какого-то коммуниста, очень милого, кстати говоря, парня и боевого... Саратовский депутат Бондаренко, да. ...арестовали и арестовали, и всяко прессовали, и то в этом оказался виноват, как выяснилось, Навальный. И вот как вот Зю ухитрился так развернуть? Ну, он старый, конечно, бывалый политик. Продолжение следует...